Заместитель главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и инфраструктуре Олег Нигматуллин каждый свой рабочий день начинает с объезда города. В 6 часов 45 минут Олег Ильдусович отправляется, чтобы на месте проверить то, в каком состоянии находятся улицы и дороги, где убрано, а где нет. Все ли порученные задания по благоустройству города, которые давались накануне, выполнены. Когда начинается рабочий день, самое первое, первое внимание мы уделяем чистоте города, чтобы наши жители могли спокойно пройтись по тротуарам, могли спокойно передвигаться по улицам нашего города. Не было ни луж, ни снега, ни грязи лишней. Во время объезда территории города появляются новые задания. К примеру, около городского центра сервиса поломано ограждение ливневой канализации. Нужно восстановить. Во дворах еще много несобранного мусора. Его нужно убрать. Забор в Питках вдоль проезжей части в некоторых местах поломался. Его необходимо восстановить. Вот эти два места обязательно прям сегодня надо. А остальное потом мы уже закончим. Хорошо, я тогда людей сниму. Даже не обязательно, чтобы сокетник был синим. Хотя бы пускай видно, что он новый. Что отремонтировали. Да. Да, чтобы вот такого безобразия попал. Хорошо. Это надо сегодня сделать уже до... Четыре. После поездки по городу заместитель главы администрации Алик Нигматуллин обычно отправляется на оперативку к главе администрации. Там он докладывает обстановку Борису Беляеву. Сегодня Борис Владимирович в отъезде. Поэтому после объезда города Алик Ильдусович отправляется сразу проводить свое оперативное совещание с руководителями предприятий ЖКХ. Сегодня на улице Ленина планируется установить знаки «Остановка запрещена». Эту работу нужно оперативно организовать. Ольга Владимировна, сегодня мы приезжали по городу, но дворников очень мало. В ходе оперативного совещания возникает вопрос о необходимости подмести улицу Карла Маркса. В какое время лучше сделать эту работу и какими силами? С помощью техники транспортной базы или с помощью дворников дома управления? Задания получены, руководители предприятий ЖКХ уходят. Заместитель главы администрации Олег Нигматуллин проводит следующее оперативное совещание. Его участники – руководители подразделений администрации, отделов городского хозяйства, строительства, работе с территориями, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Определяются вопросы, которые нужно решить сегодня. Под контролем остается вопрос по подъему уровня воды в реке Белая. Руководители отчитываются, что сделали вчера, какую работу произвели. И то, что намечается на сегодняшний день. И тут уже делаем корректировки, где ускорить, где можно чуть-чуть отпустить эту тему. Но работа ведется. На сегодня у заместителя главы администрации по ЖКХ намечено много дел. Провести встречу с проектировщиками путепровода, который будет строиться на улице Маркса в районе железнодорожного переезда. Это представители организации «Орен мост», которые строили два подобных сооружения в нашем городе. Во время общения гости выезжают на место и там рассматривают, как можно решить вопрос по водоотведению. Работы по изготовлению проекта будущего путепровода уже начаты. От жителей улицы машиностроителей поступила жалоба, что в районе недавно начавшейся здесь стройки жилого дома строителями сильно разбита дорога. Зам главы также выезжает на место, чтобы посмотреть, как все обстоит на деле. Действительно, дорога находится в плохом состоянии. В ходе переговоров и выяснения деталей принято решение обратиться к владельцам автостоянки, находящейся рядом. Помочь на время строительства открыть проезд через ее территорию. В ближайшее время необходимо приступать к ямочному ремонту и асфальтированию городских дорог. Сейчас делается акцент на подготовке и к этой работе. На сегодня у нас самый мой большой план – это подготовка к ямочному ремонту, к ремонту дорог нашего города. То есть я сегодня выйду на асфальтоперерабатывающий завод, буду разговаривать с руководителями и с Ишмуратой Рафаэльной уже на месте. Они будут отчитываться, кто как сделал, где ведется какая подготовка. Также поеду в транспортную базу. Каким будет предстоящий день у заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и инфраструктуре, не всегда можно спрогнозировать, рассказывает Алик Эльдусович. Иногда постоянно идут люди, проходят совещания за совещанием, работа с бумагами и целый день приходится проводить в кабинете. А иногда в кабинете появляться не получается. Все вопросы необходимо решать на местах. Главным вопросом повестки дня сегодня остается уборка города, проведение экологических субботников. Вся информация об этих мероприятиях по очистке города стекается в диспетчерскую службу администрации. Ее держат на контроле и заместитель главы администрации по ЖКХ Алик Нигматуллин, и глава администрации Борис Беляев. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов. Новости. Новости.